Русики снять? Естественно. Не, не надо. Ты уверен? Конечно, уверен. Просто из кондей так шпарит. Я в прошлом году так простудился. Простите, ради бога, если порча танец. Я думала, у тебя мальчишник. Да, а то пока больше похоже на утренник. Не, а почему мальчишник это сразу алкоголь и голые женщины? Потому что это нерушимая традиция. Мужская природа. Да. Нет, я не такой. Я это слышу чаще, чем расстегиваю лифчик. Еще раз простите, конечно. Видно, что вы работаете по самым высоким стандартам, но... У меня просто есть невеста, и я не хочу ее обманывать. Тогда зачем ты здесь? Нерушимые традиции. Он так сказал. Не, Володя, сейчас расслабься. Сейчас просто будь в моменте. Давай, получай удовольствие. Кто говорит про удовольствие? Я, может, терплю сейчас ради тебя. Без обид. Без обид. Вы все здорово делаете. Я вам пять звезд поставлю. Но вы поймите, для меня женщина, в первую очередь, это личность, человек, так сказать. А уже потом и снять трусики. Так, кондиционер не справляется. Здесь что-то становится душно. Вот вы, как вас? Анджела. Анджела. Красивое имя. Угощайтесь. Спасибо. Вот скажите, а вам это все нравится, да? Со школы танцую. Это вот видно. Здорово у вас получается. Правда? И талант есть. Мне кажется, талант лучше показывает близкому человеку, который вас ценит, уважает. Который знает, так сказать, ваше отчество и фамилию. Нет такого человека. Понимаю. У меня тоже был сложный период. Мы с моей невестой на год расставались, представляете? Худший год в моей жизни. И чем? Все закончилось? Я понял, что я без нее не могу. Очень боюсь ее потерять. Сделал я предложение, и к моему большому счастью она согласилась. Вот свадьба через неделю. Романтика. Может, все-таки приват? О, наконец-то. Я думаю, поздновато для лекции. Вы идите, профессор, я вас здесь дождусь. Это прям необходимо, да? Это программа такая? Вы не волнуйтесь. Вы обязательно найдете такого человека, который вас вот все полюбит. Вот с этими блесками на груди и со стразами на трусиках. Честно? Сто процентов. Он где-то близко тут ходит. Просто до третьей кабинки не дошел еще. Поверьте, вы обязательно встретите человека, который будет просто любить вас. Вот такой, какая вы есть. Молодец, Владимир. И тебе пять звезд. Ты ведь просто поддержать ее хотел. Это стрип-бар. Здесь поддерживают только уровень алкоголя в крови. Так, студент, кто из вас Анжелу обидел? Че-то обидел. Мотивировал. Не, мой друг хочет сказать, что вашего IQ не хватит для того, чтобы адекватно оценить эту ситуацию. И эмоционального развития не хватит для того, чтобы поддержать сбежавшую Анжелу. Тише, тише. Куда ты разогнулся? А мы его сейчас укатаем. Ну что, будем флиртовать или перейдем к активным действиям? Двести тысяч. Че? Компенсация за моральный ущерб при нанесении средних телесных повреждений. Статья 112 УК РФ. Че? Ну, после драки. Едем в трампунку, снимаем побои. Потеря трудоспособности. Пишем заявление. На основании заявления возбуждаем уголовное дело. Мы с тобой потерпевшие. Свидетели подтвердят. Вот эта камера тоже, да? Так. Реальный состав для компенсации за моральный ущерб. Двести тысяч. Плюс столько же с юрлица. Что заканчивал? Юридический. Владимир. Помощник нотариуса. Будут вопросики, если вдруг какие-то обращайтесь. Есть вариант досудебного урегулирования. По взаимному соглашению сторон. Оставьте, он вдруг пригодится. Двенадцатилетний. Устроит? Я на спорте. Но Анжела будет рада. Душно у вас. Скажу, чтоб кондей включили. Спасибо. Я же говорил, укатаем. Блин, такой упустили шанс. Какой? Можно получить? Да. Получить в бубен. Не знаю, вляпаться в историю. Во все тяжкие пуститься. Потому что это жизнь, которая у тебя, кстати, скоро закончится. Ну, что ты меня закапываешь-то сразу? Ну, ты сам всех хоронишь. Какие вот у тебя теперь впечатления останутся перед свадьбой? Никаких. А у меня это все было тысячу раз. Кобель. Да стручок ты сопливый. Вот и катись к своей шлындре, чтоб к вечеру съехал. Еще один шанс. Да что? Помочь девушке в большой беде. Вам что надо? Да вот, вижу, принцесса туфельку потеряла. Да все она, блин, потеряла. Обувь-то можно вернуть. Теперь важно встретить своего принца. Хреновая из меня золушка. Какое время такие золушки? Мешно. Друг твой? Владимир, собственно, странствующий рыцарь. А я, Максим, больше руженосец. Поможете, принцесса? А себе? Я бармен, мне нельзя. Возьмите. Иначе превращаюсь потом в чудовище. Да, встречала таких. Вова, ловкий, тренированный. Впечатляет. С таким не пропадешь. Ну вот давайте еще поглоточку. Не, не, мне все. Я хватит. Бросишь девушку в такой непростой ситуации? Я девушку никогда не бросал. Только они меня. Чувствую. Чувствую разбитое сердце. За любовь, которой нет. Но обязательно будет. У всех бывает сложный период. У меня вот тоже был такой. Недавно совсем. А в субботу в Аллате? Спасибо. Реанимировали. Ну, принцессе, пора возвращаться в свой замок. Косу расплетать с птичками петь. Вот и я на встречу побежал. Володь, проводишь? Спасать, так спасать. Ну, пойдем? Это мой. Поход окончен. Был раз в знакомство. Дальше сама дойдешь? Слушай, не уверена. Может, поднимешься со мной? А то вдруг он еще там. Кто? Дракон. Вещи собирает или ждет, чтобы отношения выяснить. А он крупный? Ну, такой. С пузиком. Ты справишься. А мы этажом не ошиблись? Мы там, где нужно. Хочется воздуха, свободы. Нормальный у тебя такой лофт. Эй, 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 тише, 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 тише. Хорда, ну это же опасно. Я женюсь. А я развожусь. И что? Да нет, ну подожди. Это неправильно. Первый брак? Да. Не женись. А если женишься, то не жди, что это будет долго, счастливо и в один день. Это все сказки. Вон, видишь, где высотки? Между ними всегда парк был. Цветочки, деревья. А потом взяли и еще один дом впихнули, никого не спросили. Вот в браке так же. Это как проект застройки. Сначала у вас все красиво, правильно, расписано несколько лет вперед. А потом раз, и на твоем месте модненькая новостройка. А ты идешь подреноваться. Мне невеста изменила. Я сначала не мог ей простить. А потом смог. Мы пережили это совместно, понимаешь? Быть вместе, это наше взрослое, осознанное решение. Мы не просто любим, мы знаем друг друга. Да, ландшафт, конечно, будет меняться, я понимаю. Но главное не изменится. Мы всегда будем выбирать друг друга. Ты просто не представляешь, как сложно в наше время найти такого плаги. Да все, я представляю. У меня такое вроде как было. А теперь... Бой, нет. Извини. Алло. Да, малыш, привет. Погуляли уже, да. Не, не пил, почему. Ну, так. Хорошо, скоро приеду. Люблю тебя, Сюр. Я уверен, у тебя все будет... Черная полоска. Белая полоска, черная полоска. Только не цитируй Бродского. Давай обойдемся без пошлости. Слишком много слов. Кого ты сегодня бросила? Кого ты оставила с носом? Он будет болеть до осени. Бог с тобой, Бог с тобой. Черная полоска, белая полоска. Только не цитируй Бродского. Давай обойдемся без пошлости. Слишком много слов. Кого ты сегодня бросила? Кого ты оставила с носом? Он будет болеть до осени. Бог с тобой.